В МИД рассказали об окончательном решении США выйти из Дестейр 22 часа 05 минут. cc.tot.slash, запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинк-2. cc.tot.slash, запуск американской баллистической ракеты средней дальности Першинк-2. Архивное фото Москва, 18 декабря РИА Новости. США по двусторонним каналам на высоком политическом уровне подтвердили России, что решение выходить из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Дестейр окончательная, заявил в интервью газете Коммерсант-замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у России есть два месяца на то, чтобы вернуться к выполнению Дестейр, он добавил, что если этого не произойдет, Вашингтон приостановит обязательства по Дестейр, в свою очередь, заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что США призывают Россию отказаться от ракеты 9-м 729 ССИ-8 или модифицировать систему, чтобы ее дальность, как заявляют в Вашингтоне, не нарушала положение Дестейр. 7 декабря, в 8 часов ровно ультиматум США-России, почему американцы бегут от нас Вашингтон еще в октябре заявил публично, что будет выходить из договора. По двусторонним каналам нам на высоком политическом уровне подтвердили, что данное решение окончательное и не является приглашением к диалогу, сказал Рябков. По его словам, в Вашингтоне особо не скрывалось, что дело не столько в проблемах между США и Россией, сколько в желании американцев в целом избавиться от неудобных для них договорных запретов. Как указал дипломат, по оценке Вашингтона, Дестейр существенно ограничивает военные возможности США в проекции на страны, обладающие арсеналами наземных ракет средней и меньшей дальности и представляющие в глазах Вашингтона угрозу американским интересам. Прямо указывается на Китай, Иран и КНДР, пояснил замглавы МИД РФ. Мы вынуждены исходить из того, что вне зависимости от мнений и действий России, других участников договора ОРМ и третьих стран, США будут целенаправленно двигаться в сторону его денонсации, подчеркнул Рябков. Вчера 8 часов 52 минуты США, но почему Россия не принимает нас всерьез? По словам дипломата, планы США по приостановке действий Дестейр не более чем политические игры с общественным мнением и ключевыми союзниками по НАТО, которые, похоже, и уговорили Вашингтон взять двухмесячную паузу. Это время американцы, видимо, намерены потратить на военно-технические приготовления и попытки перенаправить на нас критическую реакцию хотя бы части мирового сообщества. Хотелось бы ошибаться, но факты неумолимо говорят в пользу этой версии, заключил Рябков. В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора ОРМ. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. По словам Лаврова, обвинения США о нарушении Москвой ДСТР голословны, ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность. 4 декабря, 13 часов 15 минут эксперт назвал поводы для возможного военного столкновения России и США.